Число заболевших коронавирусом в регионе растет, поэтому важно как можно быстрее обезопасить население от инфекции. И прививка – самый действенный способ. В населенные пункты, у жителей которых нет возможности привиться в поликлинике, приезжают передвижные фельдшерско-акушерские пункты. В поселке Рощинские жители лечатся в поликлинике для военнослужащих и их семей. Привиться там же возможности нет. На помощь им прибыл мобильный пункт вакцинации. В передвижных фапах очень большая нужда. Они приезжают там, где нужно создать вакцинацию, провести вакцинацию, там, где нет возможности провести это в медицинских учреждениях. В настоящее время проходит второй этап вакцинации. На сегодня приглашены 100 человек. В области прошли первый этап вакцинации более 786 тысяч человек. Из них свыше 588 тысяч завершили процедуру. Медики подчеркивают, что за все это время не было ни одного случая серьезных поствакцинальных реакций. Подавляющее большинство, в том числе пожилые люди, переносят вакцинацию хорошо, без каких-либо симптомов. И только у небольшой части привившихся наблюдается повышение температуры, ломота, боли вместе инъекций, которые проходят на второй-третий день. Это реакция в пределах нормы. Первую я хорошо перенесла, и вторую нормально. Я себя чувствую еще бодро очень. Это безопасность. В первую очередь безопасность себя и родных и близких. И так как я работаю в детском саду воспитателем, это тоже как бы вот безопасность. Ну зачем? Для того, чтобы было проценты все полностью, чтобы не болел никто, в семье все привиты. Я решила. Ну конечно, это положено. Нужно защитить из себя, и чтобы не продолжалась эта инфекция. Надо останавливать. Записаться на процедуру можно в регистратуре поликлиники по месту жительства, позвонив по номеру 122 или через сайт Госуслуг. Напомним, без записи самарцы по пятницам и выходным могут привиться в мобильных пунктах возле Меги, Амбара и Космопорта, и в любой день в Авроре или Гудке. Тем, кто собрался пройти вакцинацию, надо взять документ, удостоверяющий личность. Виктория Шара и события.